Сразу после воссоединения Германии возникла беспрецедентная по своим масштабам задача Восстановление и повторное освоение территорий открытых карьеров, используемых под добычу бурового угля в Восточной Германии Благодаря решительным действиям Федерального правительства Реконструкция буроугольных шахт в рамках крупного экологического проекта под руководством Федерального министерства финансов Восточно-германских федеральных земель с буроугольной промышленностью и в тесном сотрудничестве с местными органами государственной власти Превратилась в одну из самых впечатляющих историй успеха воссоединенной Германии на сегодняшний день Два десятилетия целенаправленной реконструкционной работы Федерального предприятия LMBV Лужицкая и Центрально-германская горнорудная управляющая компания И его право предшественников по заказу Федерального правительства и федеральных земель Броденбург, Саксония, Саксония-Ангальд и Тюрингия Выступающих в качестве инициаторов проекта Впечатляют и открывают новые перспективы на будущее в самых разных сферах Добыча и переработка бурого угля в электроэнергию для экономики ГДР Одна из важнейших экономических опор И единственный способ покрытия энергетических потребностей страны за счет отечественного сырья До конца 80-х годов XX века в Лужицком и Центрально-германском горных районах Ежегодно из земли открытым способом добывалось 300 миллионов тонн бурого угля Это в пять раз больше сегодняшних объемов добычи Интенсивное использование важнейшего сырьевого ресурса Привело к изменениям значительной части восточно-германского культурного ландшафта С соответствующими последствиями для природы и ландшафта Крупномасштабные открытые шахты Угольные рельсовые пути и конвейерные ленты разделили ландшафт Бесчисленные фабрики, электростанции и коксохимические заводы Стимулировали выработку буроугольной энергии Во времена ГДР это было важным экономическим фактором Но для последующих поколений это стало огромным экологическим ущербом В ходе воссоединения Германии добыча бурого угля значительно сократилась Экономически привлекательные карьеры были приватизированы А нерентабельные карьеры и предприятия по переработке бурого угля Были закрыты в начале и середине 90-х годов Они остались в государственной собственности Федеративной Республики В 1994 году федеральным правительством была учреждена Лужицкая и Центрально-германская горнорудная управляющая компания Или сокращенно ЛМБФАУ На которую была возложена горнопромышленная ответственность и задача по восстановлению наследия горнодобывающей промышленности Главный офис компании находится в городе Зенфтенберге в Лужицкой области Администрация в городе Лейпциге отвечает за горнодобывающую территорию в Центральной Германии Подразделение парикультивации калийных руд расположено в городе Зондерсхаузен На площади 100 тысяч гектаров компания ЛМБФАУ преобразует территории бывшей буроугольной промышленности в привлекательные ландшафты Одной из важнейших задач, которая сохраняется и по сей день, является обеспечение безопасности После добычи бурого угля осталось более 200 так называемых «остаточных скважин» общей площадью почти 30 тысяч гектаров Быстрое заводнение было лучшим способом сделать их вновь пригодными для использования Более 1200 километров склонов были и остаются незащищенными от оползней Это расстояние примерно равно расстоянию между Берлином и Парижем Другая задача заключается в обеспечении устойчивости карьерных отвалов В течение более чем 150 лет добычи бурого угля Снижение уровня грунтовых вод сильно нарушило водный баланс С возвратом грунтовых вод после закрытия карьеров повысился риск разжижения отвалов и насыпей Даже небольшие действия могут привести к смещению миллионов кубических метров наклоненного грунта Компания LMBV противодействует этой опасности с помощью самых различных методов К таковым, среди прочего, относится взрывное уплотнение Здесь, с помощью небольших взрывных импульсов на слабо наклоненных участках Зернистая структура грунта сжимается и таким образом вытесняются излишки воды При виброуплотнении используется метод сжатия и вибрации Для вмешательства в структуру отвала и создания скрытой насыпи Этот метод по сей день доказал свою эффективность и устойчивость на многих отвалах В случае вибротрамбовки в виброотверстие добавляется дополнительный материал для введения в отвал так называемых трамбовочных колонн И тем самым для создания большей устойчивости В случае уплотнения падающим грузом уплотнение достигается в основном за счет приложения нагрузки Однако этот метод имеет лишь небольшой глубинный эффект и применяется только в ограниченной степени Благодаря новому методу щадящего абразивного уплотнения, разработанному компанией LMBFA и партнерами из научного сообщества Сегодня можно целенаправленно уплотнять целые участки, не разрушая поверхность После закрепления и профилирования откосов оставшиеся отверстия готовы к затоплению Если бы повышение уровня воды осуществлялось только за счет грунтовых вод Потребовались бы десятилетия, чтобы заполнить бывшие карьерные ямы И это привело бы к возникновению кислотных и непригодных для обитания озер Следовательно, чтобы восстановить в значительной степени саморегулирующийся водный баланс Необходимо заполнить оставшиеся отверстия путем затопления И подключить их к проточной системе водоснабжения Как только будут достигнуты соответствующие параметры качества Надземные и подземные трубопроводы На протяжении многих километров проводят избыточную воду из рек И болотную воду из близлежащих карьеров в новые озера В результате активного менеджмента компании LMBV в сфере карьерного заводнения Дефицит грунтовых вод, вызванный многолетней добычей Уже сократился с 12,7 миллиардов до 2,8 миллиардов кубометров К 2020 году в обоих районах было создано более 50 крупных озер Общей площадью 25 тысяч гектаров Озеро Газельтальзей с площадью более 1800 гектаров Является самым большим из них И таким образом в настоящее время Крупнейшим искусственно созданным озером в Германии В задачи компании LMBV входит также мониторинг баланса грунтовых вод Находящихся под влиянием последствий горной добычи и создания водохранилищ Некоторые рекультивированные водные объекты также имеют функцию хранения В полноводные периоды озера поглощают избыток воды из окружающих водотоков А также поглощают дождевую воду В засушливые периоды они вновь ее высвобождают Таким образом они способствуют защите от наводнений И обеспечению минимального уровня воды В обоих горнодобывающих районах в последние годы Были соединены многочисленные искусственные озера Первоначально планировавшиеся как чистая водохозяйственная необходимость Новые соединения, финансируемые федеральными землями Теперь обеспечивают судоходную сеть водных путей Соединяя каналы с озерами Были созданы разнообразные крупномасштабные озерные ландшафты Которые открывают совершенно новые перспективы для регионов Помимо гидравлических задач Эти озерные ландшафты в настоящее время Также интересны для пассажирского судоходства Для моряков, для любителей водного туризма Туризм и пригородный отдых ранее были здесь абсолютно немыслимы Не менее важно и хорошее качество воды Компания LMBV принимает различные меры для обеспечения высокого качества воды Не только для туристического использования Но и для создания среды обитания животных и растений Оставшиеся после горной добычи ямы Преобразуются в пригодные для эксплуатации шахтные озера Помимо открытых горных работ Глубокая добыча также оставила следы в горнодобывающих районах Под землей были проложены бесчисленные штреки и шахты Для защиты земной поверхности Компания LMBV заполняет и закрепляет подземные шахтные пространства На 19 участках добычи калийных солей, шпата и руды Километры подземных коммуникаций и шахт Необходимо тщательно сохранять и засыпать Чтобы предотвратить, среди прочего, обрушение на земной поверхности Старые промышленные сооружения и здания Должны быть снесены или сданы в новое пользование В рамках деятельности компании LMBV По восстановлению ландшафта после горной добычи Ландшафтные изменения в Восточной Германии Происходят в беспрецедентных масштабах Разнообразие культурных ландшафтов На местах бывших отвалов и озерах На протяжении многих десятилетий Является целью ландшафтных реконструкторов На сегодняшний день это стало впечатляющей реальностью В обоих регионах Шаг за шагом в восстановленные ландшафты возвращается жизнь По поручению компании LMBV На сегодняшний день рекультивировано около 17 тысяч гектаров земли И посажено более 56 миллионов деревьев Территории, ранее занятые горным промыслом Были возвращены в региональный культурный ландшафт В измененном и экономически выгодном виде Компания LMBV совместно с природоохранными ассоциациями Органами власти и исследовательскими институтами Заблаговременно зарезервировала до 18% своих земель Под охрану природы Это значительный вклад в сохранение биоразнообразия И реализацию европейских программ по охране природы Специфические растения и животные Редко встречающиеся в культивируемых ландшафтах Могли спокойно развиваться здесь Отчасти в рамках заповедных и диких зон Время для роста Прошло достаточно времени, чтобы природа смогла Населить эти территории живыми организмами Озера с их каналами стали отправной точкой Для дальнейшего видения будущего В регионе, для которого изначально были характерны Пруды и болота Они сейчас представляют собой огромный потенциал для будущего туризма И других видов хозяйственного использования Структурные изменения, создающие условия для восстановления региона Благодаря финансовым обязательствам федерального правительства Федеральных земель, местных органов власти, специальных ассоциаций А также частных инвесторов Совместно с компанией LMBV Было разработано и реализовано множество концепций Там, где еще много лет назад экскаваторы копали уголь Сегодня предлагаются самые разнообразные варианты отдыха От водного туризма до отелей и ресторанов Маяки, гавани и пляжи Сегодня отождествляют эти два постоянно изменяющихся региона Новое определение старых промышленных зон На бывших территориях буроугольного отвала Солнечные и ветряные электростанции Производят экологически чистую энергию Новая энергия в старом энергетическом регионе Превращение горнодобывающих регионов Восточной Германии в пригодные для жизни ландшафты Не остается незамеченным Привлекательные озера, где когда-то стояли открытые шахты Парусные лодки вместо экскаваторов Природные заповедники на ренатурализированных свалках Крупнейшая площадка ландшафтного строительства в Европе Открыла перед бывшими горнодобывающими регионами Разнообразные перспективы Сотрудники компании LMBV Гордятся своим вкладом В формирование этих изменений Продолжение следует... Продолжение следует...